Всем привет! RedKey – любимый пылесос Квентина Тарантино. Почему именно RedKey? Потому что RedKey убивает. RedKey F10 за 15 тысяч рублей оказался топ-2 пылесосом по мощности и чуть не порвал мой ковер. Когда я его тестировал, у соседей снизу даже поднялся натяжной потолок. И даже RedKey P6C, который стоит как пакет с продуктами, неплохо показал себя в тестах. В общем, этот бренд умеет удивлять. Поэтому очередной пылесос компании я ждал с большим интересом. И вот, наконец-то он у меня в руках. Моделька называется RedKey P7 и стоит от 7 до 10 тысяч. Коробка выглядит минималистично и загадочно. Что находится внутри и на что она способна, попробуем разобраться по ходу обзора. Ставь лайк и погнали! Для начала заценим комплект поставки. В него входит тушка пылесоса, съемный аккумулятор, удлинительная штанга, основная насадка с ковровой щеткой внутри, мягкий валик, адаптер для зарядки, запасной фильтр, насадка 2 в 1, щелевая насадка, кронштейн на стену и крепеж для него. Инструкция на английском. С учетом ценника, хочу сказать, комплект весьма неплохой. Есть даже сменные рабочие инструменты. Теперь познакомимся поближе с самим пылесосом. У него классический дизайн с вертикальным пылесборником. Пылесосы такого типа самые удобные в обслуживании, потому что вытряхивать мусор можно одним движением, но при необходимости можно снять и всю колбу. Можно промывать под краном, но осторожно, чтобы вода не залилась в патрубок, где находятся клеммы. Фильтрация тройная. Сетка, 6 микроциклонов и пористый фильтр. Сборка и разборка интуитивно понятны, за что производитель определенно достоин вашего лайка под роликом. Под крышкой сверху находится поролоновое кольцо, которое дополнительно фильтрует воздух на выходе из моторного отсека. Аккумулятор устанавливается на салазках под рукоять. Просто вдавить до щелчка фиксатора. Удобно снимать, удобно ставить. Гнездо для зарядки находится на самом блоке АКБ, так что заряжать его можно отдельно от пылесоса. Для запуска мотора достаточно однократного нажатия клавиши под указательным пальцем. Перебирать режимы можно той же рукой. Всего их два. Обычный, он обозначен зеленым цветом и максимальный. При его активации загорается синий индикатор. Очень неплохо, учитывая стоимость пылесоса. Также стоит отметить управление одной рукой, что весьма удобно. Особенно, когда пылесосишь на кухне или в гостиной. Пройдемся по насадкам. Два в одном традиционная. Есть небольшой раструб с сканевой накладкой и сдвижная щетина. То же самое можно сказать от щелевой насадки. Она тонкая и пролезает в труднодоступные места. Можно пылесосить и диван. Для этого в раструбе сделали перфорацию. Основная насадка компактная, с большими колесами в основании и широкими углами поворота. Перед раструбом вмонтировали 11 светодиодов. С такой подсветкой можно будет спокойно работать в полной темноте. От столкновения с мебелью защищает мягкая полоса. На подошве находим угловатые ролики, тканевую накладку по периметру раструба, ну и сам раструб, где находится ковровая трубощетка. Чтобы ее извлечь, нужно отсягнуть защелку. Полосы жесткой и мягкой щетиной чередуются. Такая щетка может эффективно работать с коврами любого типа. Для гладкого пола лучше подойдет мягкий валик. Причем он не только собирает песок, но и оттирает прилипшую грязь. Все насадки можно установить как напрямую в патрубок, так и через штангу. Кстати, она телескопическая. Длину можно отрегулировать под свой рост. Дети всего мира говорят компании RedKey большое спасибо. Теперь мы можем оставить свои бесполезные игры и пропылесосить в доме. Можно было бы так написать на коробке RedKey с заботой о детях. Характеристики пылесоса на экране. В целом, RedKey PC мне понравился своей продуманной конструкцией, простой эксплуатацией и комплектацией, в которой есть все необходимое для использования. Даже качество пластика хоть местами и неоднородное, к примеру, белый пластик более дорогой и качественный, а серые вставки более бюджетные. Но вспоминая про цену и сравнивая с другими моделями, в моем случае это iLife G80, то понимаю, что редкий P7 совсем из другой лиги. Автономность у пылесоса стандартная. В общем режиме работает полчаса, а на максималках хватило на 12 с половиной минут. Для однушки или небольшой двухкомнатной квартиры этого хватит за глаза. А если у вас большая квартира, можно взять еще одну батарею. В обычном режиме RedKey P7 работает на пару децибел громче аналогов. Шумомер фиксирует 71 децибел, а на максималках наоборот, чуть тише, 78 децибел. Звук мотора сравнительно приятный, по ушам не бьет. А теперь минутку строгих цифр. При весьма умеренной мощности всасывания в 120 ватт, RedKey P7 выдает 22 тысячи паскалей. По крайней мере, так утверждает производитель. Проверим, так ли пылесос хорош на самом деле. В обычном режиме анимометр фиксирует 14,8 метров в секунду, а в максимальном всего лишь 20,5 метров в секунду. В принципе, это соответствует показателям среднего бюджетного пылесоса, но немного расходится с системой замеров самого производителя. Хотя, возможно, я просто придираюсь. К примеру, RedKey F10, который номинально мощнее всего на 16%, по факту сосет вдвое лучше. Но все эти цифры мало что значит. Посмотрим, как RedKey P7 справится с уборкой. На ламинате пылесос показал себя неплохо. Шерсть, песок и крошки собирает на ура, хотя часто требуется повторный проход. Крупный мусор тоже всасывает, но только если он попадает в раструб, что происходит не всегда. Чтобы собрать кошачий наполнитель, приходится периодически поднимать насадку. Скорее всего, кусочки были слишком большими. У кого-то такой проблемы может и не возникнуть. На ковролине RedKey P7 работает эффективнее, потому что соренки не так разлетаются по сторонам. Вдоль стен, как всегда, нужно повозиться, но это проблема всех вертикалок без торцевой щетки. Но проблема решаема. Нужно просто заменить основную насадку на щелевую и быстренько собрать мусор вдоль стен. Прелести пылесосов такого типа. На среднем ковре RedKey P7 хорошо собирает мусор с поверхности, но пыль и песок из глубины не поднимает. На ковровых покрытиях можно рассчитывать лишь на поверхностную уборку. Помимо основной насадки, пользу приносят и дополнительная. Насадка 2 в 1 почистит ноутбук и рабочее кресло, поможет с уборкой в шкафу. Лучше всего использовать ее в сочетании с щелевой насадкой. Если вытянуть штангу на всю длину, можно даже снять пыль с карнизов. Подведем итоги. RedKey P7. Это средний вариант между мощным RedKey F10 и простеньким RedKey P6C. Что хочется отметить в пылесосе? Пылесборник можно опустошать, не вынимая из пылесоса. Штангу можно настроить под свой рост, а для гладкого пола в коробку положили мягкий валик. Оптимальная локация для RedKey P7 – квартира с ламинатом и небольшим количеством ковров. Такая вертикалка пригодится и в офисе. При этом размер помещения может быть произвольным. При необходимости можно докупить дополнительный аккумулятор. Ну а если есть личный транспорт, то можно смело брать и навести порядок в машине. На этом у меня все. Пишите, что думаете про бюджетный пылесос RedKey P7, понравилась вам такая вертикалка или нет. А если уже пользуетесь, описывайте свои впечатления. Также поддержите видео лайком, а канал подпиской. Мне будет очень приятно. С вами был BestRobot, до встречи в новых обзорах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok